Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня у нас с вами будет интересный эфир. Уже достаточно длительное время у нас на слуху. Это такая странная формулировка аффирмации, странное слово для многих. И кто-то лучше понимает значение его, кто-то хуже, но все связывают аффирмацию с позитивным мышлением. И очень часто люди, которые начинают ближе общаться со мной, с людьми, которые заикаются об аффирмациях, начинают в них видеть волшебную таблетку. И спрашивать о том, о какой аффирмацию мне нужно проговаривать, как часто мне нужно ее проговаривать для того, чтобы получить то, что получишь. И вообще я хочу сегодня поговорить с вами и разобрать, что такое есть аффирмация «Я». Это достаточно интересно, потому что мы каждый день произносим с вами огромное количество аффирмаций, сами того не осознавая. И помимо всего очень часто верим в то, что какой-то непродолжительный период, если что-то про себя повторять, а может быть даже и продолжительный период, то это непременно должно в нашей жизни осуществиться. Так вот, осуществляется это или нет, почему история про то, про краткосрочную какую-нибудь постановку даже не цели, а своего желания, не особо-то работает в долгую. И почему, если вы действительно на самом деле хотите изменить свою жизнь, то к вам должен прийти несколько иной подход. В общем, сегодня я обо всем об этом расскажу. Давайте начнем с первого, что такое вообще аффирмация. По сути, аффирмация – это некое устойчивое выражение, которое вы постоянно повторяете. Если в детстве вам говорила мама «Ты бестолыч», то это была аффирмация. Потому что, скорее всего, когда вы выросли, у вас было некое ощущение того, что вы бестолыч. Если учитель говорил вам, что ты в математике вообще там «Ты не технарь» или наоборот «Ты технарь», то вы выросли с четким убеждением того, что вы технарь, и, может быть, вы даже поступили в какой-то технический институт. Хотя по факту, ну, вообще непонятно, технарь вы или нет. Аффирмация – это некое постоянно повторяемое нами выражение, которое в результате очень часто превращается в нашу жизненную программу. Когда говорят, что у тебя все получится, у тебя все получится, человек растет, ребенок растет, с этим пониманием, что у него не может не получиться, он даже не понимает, как это не получится, потому что ему все всегда говорили, что получится, у него всегда все получалось. Но когда вам постоянно повторяли о том, что деньги не для тебя, деньги только для богатых людей, например, или «Мужики все козлы», популярная очень фраза, то не стоит думать и задавать себе вопросы, почему потом так получилось. Вот это и есть аффирмация, когда что-то часто вам проговаривают. Аффирмация – это не выражение «я притягиваю к себе деньги». Это любая абсолютно фраза, которую вам постоянно повторяют. Просто в нашем случае под аффирмациями мы понимаем некие специальные выражения, которые притягивают к нам успех, но они точно так же притягивают к нам и неуспех. Запомните, если вы что-то постоянно повторяете себе или кому-то, это есть аффирмация. И когда вы все время себе говорите «опять не получилось», это тоже аффирмация. Ничего себе! Ничего себе! Аффирмация – это тоже аффирмация. Аффирмация – это ваша программа, которая падает в результате на ваше подсознание, и вы это принимаете уже как задолженно. Если вас спросить ночью, вы девочка или мальчик, вы, естественно, скажете, кто вы, потому что это в вас записано. Точно так же это касается любых других историй и тем. Поэтому аффирмация – это любое устойчивое выражение, которое вы повторяете. Теперь погнали дальше. Мы, конечно же, ввели в свою жизнь слово «аффирмация», как некое загадочное понятие, некое загадочное предложение, которое должно изменить нашу жизнь. Если говорить о классической аффирмации, то аффирмация – это обязательно выражение, позитивное, составленное в утвердительной форме. То есть нельзя сказать «я никогда не болею», потому что очень часто мы слышим о том, что наше подсознание плохо слышит частичку «не», и дело даже не в этом, когда вы проговариваете слово «болею», вы думаете о болезни. Поэтому мы всегда составляем аффирмацию с наоборот, с перекруткой. «Я всегда здоров». Если вас спрашивают, например, «Ой, ты приболел, как ты себя чувствуешь?» Никогда не говорите «я еще болею», «еще буду какое-то время болеть». Нет, я выздоравливаю. Как ты себя чувствуешь? Выздоравливаю. Запомните это навсегда. Выздоравливаю. Никакой болею. «Ой, у тебя ребенок приболел?» Он выздоравливает. Всегда мы ставим именно позитивный наклон. Это, в принципе, история для наших мозгов. Теперь, поехали дальше. Когда мы хотим с вами что-то привлечь в свою жизнь, то мы слышим «Составь себе позитивную аффирмацию». «Я привлекаю деньги и успех». Есть аффирмации достаточно общего характера. «Я прекрасно себя чувствую, у меня все замечательно, в моей жизни все налаживается, деньги приходят ко мне легко и свободно». Есть аффирмации очень конкретные, которые мы создаем как воплощение некого своего желания. Например, «К 20 ноября я зарабатываю 10 тысяч долларов, продав 35 тетрадей». То есть это тоже аффирмация. И это аффирмация, с которой вы работаете. Или «К моему дню рождения» обязательный момент. Смотрите, что вы хотите, и желательно, когда вы хотите. И обязательно не «Я получу». Всегда аффирмация создается в настоящем времени. Никогда ни в будущем, ни в прошлом. «Я получаю к такому-то числу». То есть не «Я получу», не «Я получил», не «Я хотел бы получить», а «Я получаю», «Я создаю», «Я продаю», «Я привлекаю», «Я сейчас делаю». Надеюсь, что вам это понятно. Значит, аффирмация составляется абсолютно в разных историях. Например, «Я здоровый» или, например, если у человека есть какая-то болезнь, «Мое сердце прекрасно функционирует», «Мое сердце здорово» и там бьется так-то. Или «Мои анализы в норме», «Мои показатели такие-то». То есть вы говорите об этом в настоящем времени. Так вот, любое выражение, которое вы часто повторяете, превращается в аффирмацию. Аффирмацию вы создаете сами как что? Как программу. Аффирмация – это нечто, что воспринимается нашим подсознанием как программа. Я уже сказала вам о том, что то, что мы часто повторяем, становится нашей программой. Если вы будете постоянно говорить себе о том, что вы в чем-то не способны и у вас не получается, уже доказано и замерено, что даже если во время занятий спортом вы говорите «Больше не могу», то у вашего тела задействовано меньше энергии и меньше возможностей, нежели чем если вы говорите «Я могу», «Я делаю», «Окей», «Давай еще». Ваши внутренние ресурсы в этот момент активируются. Соответственно, мы задаем себе некую программу в виде аффирмации. Теперь следующий момент. Может ли быть такое, что мы себе задали программу, мы ее все время повторяем. Ну, во-первых, вы должны запомнить, что с аффирмацией необходимо работать. И аффирмация работает, когда вы начинаете ее проговаривать. Это можно делать либо мысленно, либо вслух. Есть разные теории. Я, например, проговариваю ее мысленно. В течение пяти минут в идеале лучше это работает в то время, когда ваш мозг находится в замедленном состоянии на так называемой частоте альфа. Это частота альфа, это состояние альфа, это медитативное состояние, и это же состояние, когда мы с вами только проснулись, открыли глаза, или когда мы готовимся с вами засыпать. Поэтому в идеале, когда вы только проснулись, сделать себе такую привычку, вы можете включить себе какую-то приятную музыку, продолжать дремать и постоянно повторять про себя эту аффирмацию, представляя в это время, как то, что вы повторяете, происходит с вами. Значит, у людей есть такой классный запрос, а сколько аффирмаций можно делать, сколько можно повторять, сколько их можно проговаривать, пять, десять, двадцать. Смотрите, первый момент, который вы должны осознавать, это то, что количество аффирмаций должно быть удобным для вас, потому что вам необходимо взять за основу то, что вам нужно будет их проговаривать каждый день, и каждый день находить на это время. И поверьте, если первый и второй день это будет не так сложно, то потом вы будете находить всяческие отмазки. Поэтому лучше взять для себя парочку аффирмаций, которые вы можете проговаривать. Дальше. В идеале, чтобы эти аффирмации были не такие, я богатею и получаю миллион долларов, а это были какие-то реальные ваши вполне цели, которые вы на самом деле хотели бы сейчас получить. Это важно. То, к чему бы вы хотели прийти, или то, какие бы программы вы хотели себя записать. Например, цель, это когда я хочу заработать к 8 марта там 20 тысяч долларов. А программа, это то, что деньги приходят ко мне легко, свободно, в неограниченном количестве. То есть, программа, это некий общий подход, цель, это когда мы точно знаем, чего мы хотим и к какой дате это должно осуществиться. Поэтому я бы не рекомендовала там больше 3-4 аффирмаций этих иметь, а лучше проговаривать их регулярно, но быть релевантными по отношению к своей цели. Теперь давайте будем разбирать это. Что значит релевантными по отношению к своей цели? Это означает, что если вы будете аффирмировать на самолет, а при этом у вас нет денег за то, чтобы заплатить коммуналку, то это будет, знаете, совершенно дурацкое занятие. И вы будете говорить, что аффирмации не работают. Аффирмации это по сути по помощи в достижении тех целей, которые у нас есть. И если вы ставите себе несоизмеримую цель, например, вы не зарабатываете нисколько, а хотите заработать 10 тысяч долларов, то это в никуда. Если вы зарабатываете тысячу долларов и понимаете, что можете заработать две, то тогда эта аффирмация будет помогать вашему мозгу на подсознательном уровне искать решение о вашей реальности, создавать реальность. Давайте теперь в следующий момент. Что такое аффирмация? Это мысль. Что такое мысль? Мысль – это сила. Это определенная сила, которая создается с помощью энергетических волн и колебаний, которые каждая, мы все с вами энергия, и каждая наша мысль имеет определенную энергетическую частоту. И благодаря этой частоте, когда мы вибрируем в определенном состоянии, мы притягиваем к себе события и ситуации, которые мы хотим. То есть я уже неоднократно вам говорила, что в жизни все, что вы имеете, все свои дары, умения и неумения – это то, что вы притянули самостоятельно с помощью своих мыслей. То есть это не просто случилось с вами так. То, о чем вы думаете, то, что вы говорите, определяет ваши поступки и в результате таким образом создается ваша реальность. И вот здесь я очень хочу, чтобы вы внимательно меня еще раз услышали и поняли основное, что аффирмация – это невырванная часть из вашей жизни. Аффирмация – это часть вашей жизни. И если вы работаете, то есть вы не можете накачать только правую руку красиво, вот сделать ее, а левую при этом не трогать, и спину при этом не трогать, и ноги при этом не трогать, просто потому, что наш организм связан. Вот я сегодня была там на реабилитационном центре на занятии, и мне там жмут на стопу, а у меня болит вот здесь, сверху в этот момент, понимаете? То есть вы должны понимать, что когда вам говорят, например, о том, что вы можете исполнить какое-то свое желание или достичь какую-то свою цель, неважно, на марафоне или еще где-то как-то, вы должны понимать, что возможно это произойдет, в зависимости от того, что вы загадаете, тут момент такой, знаете, выборочного тыка и везения, но мы говорим не о везении, если вы хотите научиться управлять своей реальностью, если вы хотите научиться создавать ее, то вам необходим комплексный подход, вам необходимо измениться самому, чтобы изменились ваши мысли, изменились ваши вибрации. И если вы живете обычной жизнью, никак не работаете над своим мышлением, по-прежнему общаетесь с теми же людьми на те же темы, совершаете те же действия, слушаете тот же телевизор или там тот же ютюб, делаете все точно так же, как было при том, когда ваша жизнь вам не нравилась и начинаете проговаривать одну, две или три аффирмации в надежде на то, что ваша жизнь изменится, то это бред. Аффирмация не сработает, потому что аффирмация работает тогда, когда ваш весь мозг перенастраивается, когда вы принимаете то, что первое, вы имеете мозг и ваша мозговая активность, ваши волны, ваша чистота, ваша энергия создает вашу реальность. Когда вы это принимаете, вы начинаете понимать, что, наверное, тогда в зависимости от того, что я буду думать, то будет происходить вот здесь вокруг. Значит, а поскольку я думаю что-то все время о коллапсах, о проблемах и обо всем не очень хорошем, наверное, понятно, почему со мной все это происходит. Значит, мне нужно разобраться, почему я об этом думаю, о чем я думаю, почему эти мысли вообще пришли ко мне в голову и откуда у меня сформировались те убеждения, которые есть. Что такое убеждение? Это уже внутренние закоренелые программы, а попросту закоренелые аффирмации. То есть, когда очень часто вам что-то повторяли, вы в это поверили. Когда мужчина говорит женщине о том, что она не сексуальна и не привлекательна и живет с ней 5-10 лет, даже иногда хватает полгода, женщина перестает верить в собственную привлекательность. То есть, она считает, что она действительно неинтересна, или когда он ей говорит, что она фрегидна, или что она там глупая, или то, что она некрасивая, женщина начинает в это верить. Ну, точно так же, как собственные мужчины. Это касается двух сторон. Так, ребята, вы тут есть? А то вы периодически подаваете знаки жизни какие-то. Соответственно, это падает на наше подсознание как программа. Программа – это такая некая внутренняя установка о том, что все происходит именно так и никак иначе. И мы должны с вами понимать, что для того, чтобы нам что-то изменить в нашей реальности, нам необходимо изменить эти программы, которые у нас есть. А эти программы меняются, ну, это вот, как вам сказать, я все время привожу этот пример, потому что он очень понятен с нашим телом. То есть у нас с вами есть тело, и мы хотим похудеть. Мы можем неделю посидеть на кефире или поголодать, и мы похудеем. Но если мы потом вернемся, а мы потом, естественно, вернемся к нормальному питанию, быстро, так как мы ели раньше, к тому же образу жизни, мы очень быстро наберем свой вес, даже доберем его больше, у нас будет стресс для организма и так далее. Потому что для того, чтобы мы действительно могли потерять вес и находиться в этом весе, и жить в этом весе, и по-новому себя ощущать, нам необходимо время для того, чтобы наш организм полностью перестроился. Вот. Ну, начал это делать. То же самое происходит и здесь. Если вы хотите внедрить аффирмацию, это очень хорошо, но вам для этого необходимо начать менять себя изнутри, менять, наблюдать за, увидеть мир другими глазами, понаблюдать, увидеть, как много негативных установок у вас есть, увидеть, кто вас окружает, увидеть все совершенно другими глазами. В этом случае ваши аффирмации, это понимаете, вот если сравнить, например, с каким-нибудь огородиком, то это как сажать тюльпаны на поле, которое заросло кукурузой и было сожжено на солнце. То есть вы приходите, там вот такое вот, черти что, и вы говорите, будем, будем сажать тюльпаны. Я хочу, чтобы тут было тюльпанное поле, но вы же понимаете, что если вы не уберете эту всю кукурузу, не поднимете всю эту почву, не проработаете и не подготовите к тюльпанам, то у вас не будет здесь тюльпанового поля или тюльпанного, не знаю как, не будет его. Вы же это понимаете? То же самое происходит и здесь. У вас в голове грязь, в жизни грязь, все грязь. Вы такие, ну ладно, напишу аффирмацию, значит, и буду с ней работать. Вот так не бывает. И вообще, любой марафон, вы должны понимать, он обман, если он заканчивается на одном месяце жизни. Потому что за один месяц жизни вы не перестроите свой мозг. то есть, это как, знаете, история про то, как вот, не знаю, поставить вас на ролики, вы только встали и бросить вас. Вы не сможете перестроиться. Это некая иллюзия для того, чтобы вам показалось, что вау, я уже могу, но потом вы очень быстро, если у вас не будет поддержки и вы не будете в этом продолжать в окружении, в своем расти, вы очень быстро вернетесь. Это как и в питании, да? То есть, представьте себе, вы решили правильно питаться, вся ваша семья вас поддерживает, все здорово, замечательно, ровно через месяц вся семья продолжает жрать картошку фри и питаться так, как питалась. Внимание, вопрос, как долго вы продержитесь сами? Как много людей смогут дальше самостоятельно продолжить путь? Вы это прекрасно понимаете. Поэтому подход всегда должен быть в изменениях глобальных. Если вы не готовы меняться глобально, то поверьте, вы ту аффирмацию хоть на лбу себе татуировку сделаете, ничего не произойдет в вашей жизни. Следующий момент, который я бы хотела обсудить, он тоже важный, его часто задают. А нужно ли делать что-то в реальной жизни? Ведь вы говорите, что когда начинаешь, это я говорю, мне это говорят, только вы вот говорите, что когда начинаешь думать, то мысль, ее энергия начинает притягивать ситуации и возможности другие в реальности. То есть, для того, чтобы изменить реальность, нужно не выходить в реальности и ее менять, а нужно изменить изначально свои мысли и энергетический посыл. Это абсолютная правда. Это тот случай, когда вы не знаете в жизни, как наладить с кем-то отношения или как получить работу мечты, вас никто не приглашает на собеседование. И с помощью вашей мысли, вашей энергии, вы действительно можете создать ситуации и обстоятельства, когда вас пригласят на работу, которую вы хотите, или когда вы какие-то увидите возможности, которые вам необходимы. Но момент таков, что вам для этого необходимо действие. Для того, чтобы вас пригласили на работу, вы должны рассылать резюме в те компании, которые вы хотите. Для того, чтобы что-то произошло, вы с кем-то познакомились и так далее, вы должны ходить туда, где вы бы могли с этими людьми познакомиться. Или делать то, где вы бы могли. То есть мысль – это помощь. Например, я была свадебным организатором, я активно использовала эти технологии. Когда я свадебный организатор, у меня есть агентство. Вот представьте себе, что я сижу и думаю, значит, медитирую там, программирую себе крутых клиентов, но при этом не даю рекламы, при этом не прихожу на встречи к клиентам сама, или вообще не прихожу, не снимаю регулярно трубку не веду ничего в соцсетях, меня нет. Я просто сижу дома, медитирую и думаю, ну когда же эти клиенты появятся? Это не работает. История про то, что вы активны в жизни, когда определяете свою цель, но с помощью ментальных тренировок вы притягиваете в свою жизнь успех. Ситуация, обстоятельства, когда, например, я сижу, я даю рекламу, у меня все классно, мне звонит клиент, он приходит, он мега крутой, он заключает со мной договор, он не идет в другое агентство, он не выбирает, он просто заключает со мной договор, и я с ним делаю классный проект и зарабатываю на этом деньги. То есть волшебство заключается в том, что у вас начинает получаться, а не в том, что все случается без вашего участия. Ваше участие просто необходимо. Когда вы ставите себе цели, когда вы начинаете что-то программировать, вы должны быть мега активны в жизни, но вы должны быть мега внимательны, потому что теперь вы знаете, что вам помогает сила, сила огромная, энергетическая сила, и она не бросает вам это на голову, она не кричит, она не может с вами разговаривать своим голосом, вот смотри, это тот человек, к которому тебе надо подойти, но она каким-то образом, ты возле этого человека видишь свою подружку, а подружка оказывается знакомым этого человека, она тебе его представляет, не игнорируйте всего того, что происходит с вами в тот момент, когда вы начинаете заниматься своим мышлением, потому что в тот момент, когда вы начинаете это делать, все случайности заканчиваются, все начинает происходить уже по новым вибрационным каналчикам, которые в вашей голове начинают активироваться, и если вы в этот момент отворачиваетесь от этого, если вы в этот момент говорите, да нет, это фигня, это вранье, это как люди, которые говорят мне, иногда пишут там в личку, здравствуйте, Ольга, вы знаете, я начал искать информацию, вот мне стало интересно по поводу изменения мышления, я об этом слышал, и вдруг, совершенно случайно, на страничке своей подружки я увидела вас, я теперь сижу и думаю, а мне надо идти к вам на марафон рерайтер жизни, или не надо? Не, не надо, конечно, ну зачем мне такие глупые девочки, чтобы шли ко мне на марафон рерайтер жизни? Ну как так? Вы когда начинаете что-то искать, к вам что-то как бы неожиданно приходит, вы сидите и думаете, это оно или не оно? Ну, ребят, тут момент очень важный в развитии нашей интуиции, это научиться смотреть, что к нам идет, и чувствовать, и переставать задавать дурацкий вопрос, когда парень, там, девушка, например, хочет встречаться с парнем, с ней знакомится парень, симпатичный, он ей нравится, но она сидит и думает, а что если когда-нибудь, помните, я выйду за него замуж, у нас родятся дети, и потом они умрут, не пойду с ним на свидание, ну дура же, блядь, ну, ну, вот что тут сказать, есть такие люди, к которым плывет в руки, и они берут и такие, так вы знаете, у нас в художественной гимнастике, сложный элемент, ребенок что-то там бросает, крутится, мы такие, и тут она ловит предмет, мы такие, фух, и она берет и так руку делает, и отпускает его, и теряет его, и ничего никто не понимает, зачем она это сделала, так же было вообще все классно и круто, вот в жизни мы порой ведем себя точно так же, мы зачем-то, когда к нам плывет руки, мы берем, это отпускаем, а потом сидим и не знаем, что с этим делать, поэтому запомните, любая аффирмация, это помощь, наш запрос помощи извне, но нам нужно, необходимо писать себе варианты действий и действовать, и действовать, но при этом помня о том, что теперь у нас есть ангел-хранитель, теперь у нас, нам помогает наша вселенная, и мы должны просто слушать, где, внимательно смотреть, чувствовать, у нас же с вами есть мощнейшая история, такая, которая называется интуиция, наш внутренний голос, и он с нами все время разговаривает, когда вам страшно, когда у вас дикий ужас, когда у вас холод, это означает нет, когда у вас приятные ощущения, расположение, желание, это означает да, в изучении себя, мы занимаемся вот этим с рерайтовцами в клубе уже, это становится понятнее, но вы сейчас, даже ничего еще не изучая, уже можете понимать, как это работает, потому что каждый из нас это испытывает, и так, теперь давайте посмотрю, есть вопросы, если крутится в голове мысль о том, что как ни живи, все равно конец несчастливой, это программная установка, очень серьезная, которая у вас, скорее всего, зашита с детства, а возможно передана по наследству, генетического характера, мы такие вещи прорабатываем в глубоких медитациях, потому что это глубокий уровень подсознания, и до тех пор, пока вы от нее не избавитесь, вы всегда будете бедным, несчастным человеком, который будет переминаться с ноги на ноги, и не достигнет успеха, это уже как бы проверенная история, вы в силах это изменить, но для этого вам нужно это захотеть, и начать делать, чтобы получить то, что у тебя никогда не было, делай то, что никогда не делал, ну, гениально, но очень важно, здесь делай это регулярно, постоянно, и все время контролируй свою внутреннюю вибрацию, для большинства людей, проблема быть постоянно в ресурсном состоянии, то есть жизнь людей выглядит даже не вот так вот, а скорее вот так вот, бум-бум-бум, бум-бум-бум, прямая линия гораздо чаще, так, вы обращайте внимание на сны, считайте, что они несут какую-то информацию, сны однозначно несут информацию, это вообще отдельная как бы тема, но я вам скажу честно, за счет того, что я сейчас, я даже программировала раньше сны, для себя, задавала себе вопросы, в снах видела ответы, есть очень прикольные техники для этого, я просто сейчас этим не занимаюсь, не практикую, потому что очень активно у меня все здесь, но по сути, конечно, в снах, сны это наше подсознание, это наше состояние, и наш сон на уровне тета, когда мы находимся в бессознательном своем состоянии, и, конечно же, там есть ответы на очень многие вопросы, это факт, но это нужно заниматься, просто практиковать отдельно, посмотреть информацию на эту тему, ее, мне кажется, достаточно, и однозначно с этим поработать. Как вам проект «Супер-жена»? Очень неожиданный вопрос, ну, никак, вот, проект «Супер-жена» мне никак, скажем так, если бы я имела больше времени, и иногда бы смотрела телевизор, то я бы никогда не вписалась в это, но тем не менее, что сделано, то сделано, и это прекрасно, вот, абсолютно не мой уровень жизни, все, что там есть, я уже недавно говорила о том, что меня пригласили в проект «Супер-мама», я сказала, что разве что в «Супер-папу» могу. Итак, давайте с вами все-таки подытожим, я собиралась сегодня делать не очень длинный эфир, давайте подытожим с вами все, что связано с моментом аффирмации. Первая аффирмация – это сильная история, если она работает у нас в контексте изменения, изменения нашего мышления. Аффирмация – это один из видов ментальных практик, это ваше подключение к большому энергетическому полю Вселенной, когда вы, находясь в расслабленном состоянии, подключаетесь к энергетике Вселенной и таким образом записываете на уровень своего подсознания свои желания. Вы начинаете вибрировать на новой частоте и притягивать к себе события и ситуации, которые помогают вашей цели осуществиться. Второе. Для того, чтобы это произошло, вам необходимо как можно чаще находиться в этом состоянии, то есть вы не можете все время находиться в негативе, злиться, говорить о том, что у меня никогда ничего не получится, до тех пор, пока вот эти программы у вас доминируют, ваши аффирмации, ну это знаете, как ведро с черной краской, капать красную, бесполезно. То есть вы будете капать очень и очень долго, поэтому я не говорю о том, что не делайте этого совсем, но я говорю о том, что вам параллельно нужна эта зачистка и вам необходимо настроиться на это. В противном случае тратить время на аффирмацию, ну поверьте мне, оно абсолютно глупо. Оно ничего вам не даст, вы только разозлитесь, что это какое-то дурацкое позитивное мышление. Нет, позитивное мышление я вообще не принимаю, потому что позитивное мышление – это некий обман человека, который хочет себя похвалить и говорить о том, что я позитивно мыслю. Существует перестройка своего сознания, когда вы уже находитесь в состоянии, это вот знаете, как английский язык, вот вы его учите, 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 ни хера у вас не учится. А потом в какой-то момент вы его учите и начинаете говорить. И вы начинаете замечать уже людей, которые на нем говорят или не говорят, вы замечаете, кто говорит с ошибками. То есть вы начинаете уже это понимать. Это означает, что у вас уже там где-то накопилось. И тогда вы готовы идти дальше, тогда вы начинаете смотреть фильмы, слушать песни, вам становится интересно. И имеет смысл уже там дальше что-то делать, углубляться, ездить по обмену, чем-то там заниматься. То же самое идет и в мышлении. До тех пор, пока вы вот не прокапали себя, пока вы не начали видеть негативные установки, программы, не начали слышать, о чем говорят люди, не начали видеть, как нас программируют отовсюду, с телевизоров и так далее, пока вы это не начали различать, ваши аффирмации, вы их кладете на негатив. Запомните, позитивная аффирмация, положенная на негатив, только усиливает негатив. Для того, чтобы аффирмация сработала, нам необходимо изначально очистить все до белого листа и затем положить на нее позитивную аффирмацию. Вот это такая вот интересная штука. Именно поэтому в моих марафонах есть медитации, очень важный момент, который помогает человеку на подсознательном уровне проникнуть в глубину себя и заняться очищением во время медитации. Это самый крутой инструмент для очищения вашего подсознания и для того, чтобы заложить туда совершенно другие аффирмации и программы. Крайне интересно. Ну и самый, не самый важный, не менее важный момент, это то, что не забывайте о том, что что бы вы ни проговаривали, ни писали в нашей тетради книги жизни, вам ваша задача действовать. Потому что когда мы написали, что вот мы для себя хотим, наша задача теперь не просто отложить это в сторону и надеяться, что это произойдет само по себе. Нет. Если я, например, написала, что я хочу создать студию фитнеса, к примеру, вот мечта у меня такая, а фитнесом я не занимаюсь, то как минимум я должна пойти сейчас. Что я могу сделать? Студию фитнеса не могу, а сама заняться фитнесом могу, а на курсы для тренеров фитнеса могу, а курс купить по тому, как открыть студию для фитнеса, чтобы что-то в этом понимать могу, и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу машину, замечательно, там красный Мерседес, прекрасно, у меня нет денег даже на белое Жигули, замечательно, а водить ты умеешь? Нет, конечно. Давай начнем с прав. В чем можем начать? Давай начнем с прав. Со школы вождения. То есть, ваша задача обязательно двигаться. Если вы говорите, я даже не могу себе на школу вождения заработать, ну, ребят, значит, мы понимаем вопрос следующего уровня. Значит, сейчас для меня важно найти классную работу, которая позволит мне осуществлять хотя бы минимальные мои желания. Мыслите всегда, потому что, когда люди начинают просто запрыгивать куда-то, и потом ничего даже не стараться для этого сделать, и говорят о том, что все это фигня, и все это не работает, то извините. Я не человек, который любит вести какие-то программы и марафоны, и обещать, что у вас все осуществится, подуйте на муку, и будет у вас волшебство. Моя задача объяснить вам, что чудеса существуют. Вы их творите. Наш мозг – это и есть чудо, но вам необходимо поработать, попахать. Я вот сегодня пришла со своей спиной, мне посмотрели и сказали, три месяца ебашенья готова, пять раз в неделю. Мне никто не сказал, сейчас я тебе нажму на спинку, ты три месяца походишь, и у тебя спина перестанет болеть, и будет ровной. Три месяца ебашить, Оля, будешь? Конечно, будешь, потому что я прекрасно знаю, что это моя спина, мое здоровье, и раз я ее разъебашила, то я должна ее и вернуть. Да, с помощью тренеров, да, с помощью консультантов, да, с помощью того, что кто-то будет говорить мне, что делать, тот, кто прошел этот путь. Но, тем не менее, ебашить нужно мне. То же самое происходит и в вашей жизни. Вопрос, как это будет? Если вы настроите, что это будет адский ад, и что для вас это сражение, и что для вас это не начинайте, потому что вы все равно сольетесь. Если вы на это посмотрите, как на путь победителя, как на путь человека, который может спустя полгода, год заиметь совершенно другую жизнь, совершенно другие мысли, измениться, а через какое-то время полностью измените свое материальное положение, получив все, что только возможно, начиная с работы, отношений, своего дома, путешествий, то тогда да, тогда приступайте. Но не говорите мне о том, что, ой, это все невозможно, это все не для меня, это так все не бывает, я вот буду афирмировать на то, чтобы у меня было много денег. Ну, лучше мастурбируйте, я вам уже об этом говорила, результатик будет быстрее, и хотя бы какой-то эффект от этого дела получите. У нас 1 ноября, уже, кстати, совсем скоро, пытаюсь понять, какой я сейчас ноября, но не вижу, 22 октября, 1 ноября стартует новый поток марафона Рерайтер жизни, в котором мы с вами и займемся этой потрясающей, невероятной, крутейшей работой, которая поможет вам изменить вашу жизнь. Поможет, если вы готовы работать. Я не обещаю чудес, я не говорю о том, что у вас непременно все получится, у вас получится только при одном условии, если вы этого захотите, если вы будете готовы это сделать, если вам нравится жить так, как вы живете сейчас, то в принципе можно не приходить, потому что люди, которые находятся в зоне своего комфорта, как правило, не меняют свою жизнь кардинальным образом, или не меняют ее вообще, а ухудшают, это очень хорошо, как бы частенько видно. Поэтому, если у вас нет этой мотивации, не надо вам ни эфир смотреть, ничего делать, но если вы понимаете, что вы хотите, если вы понимаете, что вы готовы, welcome. Для всех, кто уже в марафоне, и для тех, кто говорит, что-то у меня не очень меняется, я вам рекомендую меньше сидеть в инстаграме, я вам рекомендую меньше заниматься всякой хуйней, потому что, если бы вы делали все, что я говорю, если бы вы слышали все, что я говорю, у вас уже были бы гораздо большие изменения, поэтому, пожалуйста, помните о том, что это ваша жизнь, и я учу вас в филигранной работе над своей жизнью, работать придется вам. Включайте мозги, замечайте, что происходит, настраивайтесь каждый день упражнениями, понимайте, что то, что вы пишете, вы теперь за это отвечаете, это не бред, который вы придумали, а это ваш новый план действий, начинайте в этом направлении двигаться, и тогда результаты вас приятно впечатлят. На этой замечательной ноте я буду заканчивать свой эфир, я всем желаю классного вечера, по крайней мере, когда я сделаю сейчас этот эфир, у нас уже вечер, ссылка на марафон Рерайтер жизни всегда есть у меня в шапке профилей, или под видео, если это видео будет на ютюбе. Я буду вас всех рада видеть, и точно могу вам сказать, что если вы захотите, уже через год ваша жизнь будет в корне другой. Поверьте, я всегда повторяю одно, время так или иначе пройдет, а результат может быть абсолютно разным. Всем хорошего дня!